всем привет вы на моем канале кино трафик а я ольга сергеева сегодня я расскажу вам о хорошем кино обо всех фильмах каннского кинофестиваля и вот настал тот день а теперь по порядку обо всех без исключения фильмах участников основной программы 76 каннского кинофестиваля я разузнала для вас все самое важное и необходимое и так поехали клуб зеро новый фильм режиссера джессики хауснер с актрисой миа васиковской в главной роли в нем мисс новак открывает класс диетологии в частной школе основаны на инновационной концепции это изменение вызывает настоящую революцию в привычках питания со временем мисс новак окажет влияние на некоторых студентов которые войдут в таинственный клуб зеро этот триллер затрагивает не только актуальные темы питания но также и влияние и контроля в школьной среде четыре дочери фильм тунисской режиссерки каутер бен хания предлагает интимный взгляд на жизнь альфы матери четырех дочерей две из которых таинственным образом исчезают чтобы восполнить их отсутствие режиссер приглашает профессиональных актрис и использует уникальный кинематографический прием смешивая документальность и вымысел путешествие в миры бунта насилия и надежды оставит под сомнение сами основы наших обществ известный своим особым стилем режиссер уэс андерсон беспрестанно увеличивает количество занятых актеров своих фильмов его новый проект город астероидов собрал почти 30 современных звезд кино среди них находим старых друзей режиссера тильду суинтен адриана броуди уильяма дефо джейсона шварцмана эдварда нортона а также новоприбывших тома хэнкса марго робби стива каррола действие фильма происходит в 1955 году в вымышленном американском городке расположенным в пустыне возле кратера оставшегося после падения астероида тысячи лет назад каждый год в этом месте проводится собрание юных астрономов в котором участвуют ученики их семьи учителя а также военные очередной такой слет резко прерывается событиями способными изменить мир новый фильм солнце будущего представил известный итальянский режиссер на не маретти любимая тема из классики итальянского кино поиски вдохновения в рутине жизни герой фильма джованни известный режиссер борется с личными и профессиональными трудностями он собирается приступить к съемкам фильма но сталкивается с рядом проблем его брак в кризисе его продюсер на грани банкротства а мир кино стремительно меняется джованни должен переосмыслить то как он работает если он хочет привести свою команду к светлому будущему фильм талантливой итальянки режиссеры и сценаристки с уникальным видением и способностью рассказывать истории а личи рорвахер химера позиционирует как комедийную драму он отсылает нас к 80-м годам 20 века и рассказывает историю человека с уникальной способностью ощущать пустоту которую он использует чтобы помочь своим друзьям грабителям этрусских гробниц артур вернувшись свой маленький родной город на море открывает для себя мир подпольных торговцев артефактами с помощью своего дара он помогает им найти останки прошлого погребенного под землей однако у артура есть и своя собственная пустота оставленная воспоминаниями о потерянной любви фильм химера обещают быть захватывающим и трогательным исследующим темы любви и потери фильм последнее лето снятый талантливой француженкой катрин брей я рассказывает историю анны известного адвоката специализирующегося на защите несовершеннолетних подвергшихся насилию и трудных подростков жизнь анны переворачивается с ног на голову когда она погружается в роман со своим 17-летним пасынком эти отношения рискуют поставить под угрозу ее карьеру и разрушить семью катрин брей я смело продолжает исследовать сложные и провокационные темы фокусируясь на семейной теме и запретных отношениях картина представляет собой ремейк датско-шведского фильма 2019 года королева сердец итальянец марко белоккио представил новую пронзительную историческую драму похищенной она отсылает нас к 1858 году в еврейском квартале болонье солдаты папы римского врываются в дом к семье чтобы похитить их семилетнего сына по словам кардинала ребенок был тайно крещен своей кормилице и поэтому должен был получить католическое образование в соответствии с папским законом родители мальчика делают все возможное чтобы вернуть своего сына и их борьба быстро приобретает политический характер драма май декабрь снята известным режиссером тоддом хейнсом фильм рассказывает историю грейси и ее мужа джо который младше ее на 23 года спустя 20 лет после того как их роман попал в заголовки газет пара готовится к поступлению своих близнецов среднюю школу однако их жизнь меняется когда голливудская актриса элизабет берри приезжает изучать грейси для роли в фильме картина затронет тему любви семейных отношений и неумолимого течения времени от автора бархатной золотой жилы и кэрол мы ожидаем тонкого и сложного повествования убедительного и трогательного подписывайтесь на мой канал кино трафик чтобы не пропустить самое интересное всегда рада ответить на ваши вопросы в комментариях не забудьте поставить лайк чтобы это видео смогли увидеть больше настоящих любителей кино исторический боёпик подстрекательница карима айнуза известного по фильму невидимая жизнь и вредики рассказывает о судьбе екатерины пар шестой жены английского короля генриха восьмого она наиболее известна как последняя жена монарха и одна из немногих кто пережил тирана режиссер снял свой первый англоязычный полнометражный фильм и зрители с нетерпением ждут увлекательную историю со знаковыми историческими фигурами живой классик британского социального кино режиссер кен лоуч представил свой новый фильм старый дуб он рассказывает историю владельца паба которому грозит закрытие после прибытия в деревню сирийских беженцев среди них он встречает молодую девушку и несмотря на напряженность и предрассудки в деревне между двумя героями завязывается неожиданная дружба кен лоуч затрагивает актуальные вопросы приема беженцев межкультурных отношений и интеграции в этой картине он обещает предложить нам серьезный взгляд на эти вопросы с характерным для автора глубоким гуманистическим посылом дебютный фильм режиссера аромата тулая си баннель и адама многообещающая драма рассказывает историю любви в отдаленной деревне на севере сенегала не зная о мире за пределами своей деревни влюбленные сталкиваются с условностями и ограничениями налагаемыми общины режиссер передает суть деревенской жизни и подчеркивает эмоции и внутренние конфликты персонажей визуальная эстетика и ритм фильма создают особую атмосферу истории о разрушенной любви китайский режиссер ванг бинг представляет свой новый документальный фильм молодость о жизни молодых китайских рабочих действие происходит в городе джили расположенным 150 километрах от шанхая молодые люди приезжают изо всех сельских районов привлеченные возможностями работы в текстильной отрасли им по 20 лет они живут в одном общежитии неустанно трудятся чтобы осуществить свои мечты этот фильм предлагает уникальный взгляд на повседневную жизнь молодых людей и современную социальную реальность в китае триллер черные мухи жанна стефана савера известного своим реалистичным стилем и экспрессии рассказывает историю молодого фельдшера и опытного врача два главных героя работают в центре нью-йорка сталкиваясь с преступниками бездомными и наркоманами сценарий основан на адаптации романа райана кинга и бена макбрауна картины рисуют мрачные и порой шокирующие реалии повседневной жизни парамедиков в сложных городских условиях драма возвращение режиссера и сценаристки катрин карсини посвящена героине которая возвращается с двумя дочерями на корсику после 15-летнего отсутствия вызванного трагическими обстоятельствами она работает в богатой парижской семье где присматривает за детьми для нее и ее дочерей это возможность встретиться со своим прошлым и восстановить связь с островом который они оставили от фильма ждем тонкой работы подчеркивающий глубину характеров и сложность выражаемых эмоций и напоследок еще парочку важных фильмов без которых никак короткометражка странный образ жизни второй фильм известного испанского режиссера педро альмадовара на английском языке когда-то он отказался от постановки фильма горбатая гора считая что голливуд не сможет позволить ему рассказать историю по-своему теперь в коротком метре автор решил наконец снять собственный фильм в антураже вестерна сценарий был написан альберто иглесиасом а съемки проходили в пустыне табернас на юге испании эта история двух наемников познакомившихся в молодости и вновь встретившихся спустя 25 лет в местечке биттер крик в техасе в главных ролях мы увидим и тэна хоука и педро паскаля новый и возможно последний по словам самого автора фильм культового японского режиссера такеши китана кубе это самурайская история без пафоса она о жадности предательстве безжалостности и о том насколько это абсурдно и грязно китана подчеркивает что традиционная героика в самурайском кино никогда не затрагивает того что происходит на самом деле у древних традиций есть темная сторона где никого не заботит жизнь простого человека адаптируя свой собственный роман режиссер отталкивается от реальных событий японии 16 века нас ожидают захватывающие батальные сцены звездный актерский состав характерный юмор и в одной из ролей сам такеши китана напоминаю что обо всех фильмах вне конкурсной программы официальном постере и всех победителях канского кинофестиваля 2023 года и прошлых лет а также других значимых международных киносмотрах вы можете узнать из выпусков на моем канале кино трафик а на этом у меня все с вами была ольга сергеева и вы были на моем канале кино трафик подписывайтесь ставьте лайки и пишите свои комментарии всем пока а